Всем привет! Мы сегодня поговорим просто о жизни в Турции. Хочу немножко рассказать вам интересную информацию. Мы поговорим о разведенных разводах, о мужчинах и женщинах, кто здесь в разводе в Турции, как происходит их жизнь, есть какие-то трудности и так далее. Потому что есть определенные убеждения, что турки все семейные, мало разводятся. Если статистику смотреть, да, тут не так... Сейчас уже много последний год разводов, раньше было гораздо меньше. Сравнивать с нашими странами СССР поменьше, скорее всего, будет. Но считается так, что, типа, если у тебя есть, например, дети от первого брака, турок тебя примет, они все такие семейные, семья его примет. То есть проблем с принятием, с любовью будет гораздо меньше, все будет окей. Это немножко заблуждение. Я хочу рассказать здесь о турчанках, которые разводятся, о каких-то проблемах, с чем они здесь сталкиваются. Честно скажу, я вообще не знаю тех людей, кому нужны чужие дети. Турция здесь не исключение, какими бы семейными они не были. Потому что ребенок от первого брака, к сожалению, несет за собой память об отце и так далее. Ситуации, конечно, разные бывают, индивидуальные. Да, в Турции более-таки семейные. Больше процесс счастливых историй, удачных, о том, что мужчина и семья приняли женщину с ее ребенком с родины. Но я больше скажу, турчанку, например, с ее ребенком от первого брака, они все здесь далеко примут, не каждая семья. Почему здесь женщины не любят, не хотят разводиться? Потому что выйти второй раз с ребенком, например, на руках гораздо труднее вообще. Здесь же держаться до последнего за брак. И если ты развелась, то это уже, знаете, такое ощущение, что ну у тебя такой скверный характер, ну у тебя что-то такое, что даже ты не то, что не удержала, а брак развалился, а и скрепление родственниками, семьей, родителями не сработало. То есть, значит, это какой-то такой трудный характер, трудная была ситуация, то есть не все окей, короче, да? Это как некий такой знак клейму о том, что ну не все в порядке, трудный человек, трудная женщина, с ней трудно договориться, она там может быть там спыльчивая или еще какая-то, не собралась терпеть. Я часто слышу, что удивление у многих есть, мы думали несемейные, здесь есть такая история, что многие женщины, у которых не сложилось, не получилось, очень часто детей своих оставляют. Либо на своих родителей, часто суд может отсудить ребенка папе, и, как правило, не папа, а бабушка им занимается ребенком. То есть не всегда здесь дети остаются за женщиной, за матерью, если какие-то судебные там не по-обоюдному идут разводы. Есть категория женщин, которые детей своих оставляют своему мужу, своим родителям. Чтобы вы не думали, что 50% людей так делают, это маленький процент, но такие люди есть. Я хочу объяснить, чтобы не клеймить или ругать таких людей, почему к этому идет. Потому что с ребенком на руках от первого брака очень трудно выйти второй раз замуж. Я знаю очень много женщин в разводе, кто второй раз замуж не выходит. И дело тут не только в ребенке, а вообще в принципе выйти второй раз замуж довольно-таки проблематичное. Если ребенка на руках нет, это попроще, все равно проблематично, но ребенок это очень тяжело. Как к этому относятся общества? Неодобрительно, естественно. Но чтобы в лицо что-то высказывали, запоминаем, что турки не такие, чтобы в лицо и напрямую осуждать и так далее. В кулуарах пообсуждают, с костью помоют. Очень во многих семьях есть такие, скажем, знаете, грешки, назовем это кто-то из родник, кто как-то так подобным образом, например, поступал. У меня есть знакомый, у которого есть брат и сестра, у папы от первого брака. То есть его мама когда-то вышла замуж за него, и она, скажем так, взяла его, они объединились. У него уже двое детей, то есть его жена бросила детей, ему они развелись. Она в свободное плавание, новую жизнь пошла себе строить. Он остался с двумя детьми, которыми занималась его мама. Он себе вот нашел новую женщину, объединились. Она родила ребенка, вот мой знакомый, вот из этой семьи. То есть у них брат и сестра, как его, кстати, воспитывали, это от семьи тоже зависит, в абсолютной любовью. Мама для них, его мама была как мама родная. Они знали, что это не мама, которая их родила, они уже такие большенькие были. Ну, в общем, нормально жили, никто никого никак не выделял. И я к тому, что здесь это обычная тема. Здесь это не прямо уж порицается, об этом старается молчать, таить об этом. То есть начнешь расспрашивать, что, знаете, в каждой четвертой семье что-то подобное где-то у кого-то было из родственников. Это не редкость. В общем, здесь это не новость, не новая. И тут, казалось бы, семейные такие и могут детей оставлять. Да, вот так есть. Потому что семейность вот эта, мы про любовь к детям, к семье, вот этим всем красивым высоким словам. И вот эта вот семейность, она очень часто это сдерживание. Сдерживание позором, родственниками, что скажут, что подумают, как оценят. И тогда будет трудно без партнера. Держи, терпи, страдай. Вот это вот норма есть определенная. Поэтому держатся браки. Даже уйма браков, когда муж с женой плохо живут, морально ругаются, скандалят. И в итоге они там, ну, короче говоря, годами не общаются в семье. Поругались, обиделись. И тишина. Ну, это их, кстати, брак и сохранят. Здесь дальше разговаривали. Почему они обидчивые, да, такие? Они-то уже давно и развелись в итоге. Ну, по факту семья-то есть. Видите, скрепление идет, и муж скажет, ой, какие семейные. То есть везде есть свои подводные камни, течения какие-то. В общем, говорить, что все тут так хорошо и замечательно, я считаю, что не стоит. Все везде, как и у остальных людей. Я считаю, что нет прям, скажем так, идеальных наций каких-то или стран, где показатель мало разводов, статистика какая-то хорошая, скандалы, их меньше, еще что-то, травм каких-то, обращение к психологу и так далее. Это может быть, но мы не знаем, какими средствами этой статистики достигается. Как вот в Турции, это замалчивание, позор и искусственное скрепление, назовем так, семьи, это искусственное, не про любовь и душевность. Поэтому вот это слово семья-семейность, ну, такое, да, как под каким углом посмотрим, как повернем, так оно и будет. То есть кто как наполняет это. Я спешу сообщить, что 9 февраля в четверг в закрытой телеграм-группе, в телеграм-канале стартуют наши психологические лектории на тему «Формула счастливого человека». Это будет 4 прямых эфира, комментарии, общения в чате, закрытая телеграм-группа, где мы будем все это обсуждать и общаться с вами. Это будет 4 темы, в которых вы узнаете, что это такое вообще принять себя. Мы поймем, разберем этот термин, как к этому можно прийти. Здоровый эгоизм, личные границы и здоровые отношения. Понятие безусловной любви. Как перестать ждать любовь. Для участия в лектории вы можете прислать мне на почту, которая будет оставлена в инфобоксе под видео, тему письма «Хочу участвовать в лектории». Я вышлю вам условия участия, стоимость оплаты, как это будет происходить. В общем, все условия вам придут в ответе на почту. Если вы не можете присутствовать на наших лекциях онлайн, пройти лекторию можно в любое время. Или обновить свои знания, вернувшись к этим занятиям и снова пересмотреть прямые эфиры, которые останутся в записи, в вашем доступе навсегда. Формула счастливого человека – это те правила жизни, которые я использую сама. Это то, что апробировано, подтверждено практикой в моей консультативной деятельности практической. Это те инструменты, которые вам позволят приблизиться или стать счастливым человеком, когда вы однажды можете сказать «Я счастлив, я доволен своей жизнью, меня все устраивает». Так что присоединяйтесь к нам, 4 лекции в Телеграме, в закрытом канале. Будем обсуждать, общаться, получать новую информацию. И напомню, что все лекции остаются в полном доступе, в записи. Всегда можно к ним вернуться. И эта информация остается с вами навсегда. Все подробности на почте. Пересылайте ваше письмо с темой «Хочу в лектории». А сейчас продолжаем просмотр видео. Мужчине, разведенному в Турции, конечно же, легче. Даже если у него остаются дети от предыдущего брака. Почему? Потому что мужчина сам по себе более самостоятельная единица. У него есть деньги, он работает, он может быть успешным, у него может быть какой-то получше достаток и так далее. То есть он более самодостаточен и независим. У него есть средства. И у такого мужчины всегда есть какая-то женщина найдется. Есть спрос, есть предложение. И потребитель найдется, найдется женщина, которая примет, например, его других детей от первого брака, с которыми он остался. В общем, она будет таким. Такой мужчина здесь тоже пользуется спросом, не пропадет. Труднее, конечно, чем вообще свободному, но все же. И здесь поэтому история нормальная, приемливая, сильно цокать или как-то не будет. Женщину еще и героиней назовут, что она такая там а-ля мать Тереза, принимает еще и чужих детей, своих рожает. Еще вообще умничка, молодец. И, собственно, формула счастливой женщины и брака, она выполняется. Вот эти условия. Короче, типа все счастливы. Окей. А мужчине, конечно, проще. И я тоже знаю эти примеры. Прямо, чтобы мужчина был прям папа-одиночка и весь там в детях, в садик, в школу их возит, забирает, косички заплетает, супы им вечерами варит и так далее. Детьми, как правило, занимаются бабушки. Много, благо, всяких бабушек, тетей. В семье есть женщины нерабочие, да, неработающие никогда домашние женщины. Есть с кем заниматься. Детьми, как правило. Поэтому он просто перекладывает детей на маму или на тетю, как и на сестру, например. Зарабатывает деньги, обеспечивает. То есть вот эту функцию материнскую выполняют другие какие-то родственники. Как правило, папа остается на своей функции папы, и маму прям полностью он не замещает. Поэтому у него есть время ходить на свидания, встречаться с какими-то женщинами, личную жизнь свою выстраивать, подбирать себе новую пассию и так далее. А новая женщина, которая его берет с детьми, она выполняет функцию мамы. То есть, по сути, он эту функцию временно перекладывает на своих ближайших родственниках, на мать, как правило. В новом его браке эта функция переходит к новой женщине. То есть того, что папа там у нас герой, один с детьми и так далее, это больше, я бы сказала, исключение из правил. Он это рассказывает, он это показывает, он гордится. Но если ты по факту смотришь по действиям, ребенком занимается кто-то другой или детьми. В больших семьях бывают страхи на какие-то проблемные травмы, страхи и так далее, что мужчина, например, из большой семьи, но у него самого какой-то период времени долго не было, лет, допустим, до 40, не был никогда женат, но детей хочет. И он с удовольствием может принять иностранку или женщину с детьми. Он всегда хотел, например, большую семью, и она ему еще рожает детей. Да, такая история бывает. В семьях очень часто принимают с детьми нормально. Но почему иностранке с детьми проще влиться будет в семью турецкую, ее проще примут, чем, например, тучанку с детьми разведенную? Казалось бы, абсолютно две равные позиции. И плюс еще у тучанки есть форум, приоритет, то, что она знает язык, культуру, вся в этой теме и так далее. Иностранка со своими иностранными детьми, а почему более привлекательно? Потому что она неизвестная. А у родителей, у общества и у родственников меньше к ней вопросов. Мы не знаем, что там у нее происходило. Она может рассказать там плачевную историю про мужа-алкоголика, или какого-то плохого, абьюзера, или еще какого-то. Чужая жизнь потемки. Это другая страна, другая культура. Мы не знаем, что там у них произошло, но нам ее жалко. Она по итогу одна, с детьми. Принять незнакомку с детьми проще морально, к ней будет меньше вопросов из разряда, а что было, а какие причины, а чего, а как и так далее. Принять турчанку с детьми разведенную труднее, потому что это понимается менталитет. Она не помалкивает, например, как иностранка, которая там еще первое время не знает языка и так далее. То есть к ней ее сразу считывают, ее сразу понимают. И у других родственников, у общественности возникают вопросы к супругу этому, к семье, к его родителям. А чего она, как, а где была, что там у нее в семье, какое у нее прошлое, где там ее, что дети, и вся вот эта подноготная кухня. То есть ее легко раскусить, легко узнать, легко аипить, и какие-то к ней вопросики возникают. Вот к чему я в самом начале сказала, что такая женщина турецкая, она априори не защищена. К ней вопросики, а почему ты развелась? Почему ты не терпела, не страдала, как у всех это принято? Или что ж такое произошло, что уж терпеть не могла, да? А с иностранкой ты об этом не поговоришь. И априори иностранку спрашивать об этом не хочется. Потому что иностранец, а с ними все понятно, там все неизвестно, темный лес, вопросов лишних особо задавать не будут, так по вершкам поспрашивают, но прям копаться в глубине, выяснять никто никогда не будет. Это что-то другое, иностранное, иноземное, ну есть и есть, ну окей, и все. Она еще, ты знаешь, такая, покладистая, помалкивает языка, не знает, в общем, скромная, воспитанная. Это вообще всех все устраивает. Замечательно. Поэтому и невестка, жена, иностранка с детьми от первого брака приемлема. К местным будут вопросики. Мы ее быстро раскусим, узнаем. Короче говоря, она еще может откусываться, тоже с характером каким-то таким, там развелась и так далее, защищать свои личные границы. То есть она более неудобная, более понятная. И там все как открытая книга получается. А здесь все неизвестно, спрашивать лишний раз не будет. Ну и сама иностранка помалкивает. Первое время многие позволяют нарушать свои личные границы и так далее. Это очень удобно. Поэтому здесь, да, принимают женщин с детьми от первого брака иностранок. Есть такая статистика. Девушки скажут, я с ребенком переехал. Я прекрасно понимаю, почему. Не факт, что ваш спутник, например, выбрал себе турчанку с детьми от первого брака, выбрал именно вас. Вы более безопасны, можно так это назвать в какой-то степени, да. С вами проще ему, проще объяснить родственникам, знакомым и ответить на такие вопросы, которые могут возникать. Какой категоричной разницы, что это плохие, а вот эти хорошие. Пожалуйста, такого не делайте. У каждого свои причины, свои проблемы. Я вообще считаю, вот поживя здесь, зная, как скрепляют браки, о чем я сейчас раньше рассказывала, что это надо терпеть, страдать, на свое я наступать и так далее, компромиссы какие-то искать, делать то, что ты не хочешь. Женщины турецкие, которые в разводе, набрались смелости это сделать, остались одни, самостоятельную взрослую жизнь берут ответственность за себя, за ребенка. Для меня здесь они героини. Этих женщин гораздо меньше, чем те, которые будут терпеть, страдать, жить не так, как хотят, но лишь бы не одно, лишь бы не соприкоснуться с трудностями, не повзрослеть и не взять на себя ответственность. Они готовы жить в страданиях. Поэтому много домашнего насилия, какого-то абьюза, ЧП ситуации и всего-всего прочего, что люди терпят и заставляют себя быть с кем-то, с тем, кого они не любят, не хотят и так далее. В конфликтах вот этих бытовых домашних очень много, большая статистика, поэтому, что люди заставляют себя быть с тем, кто тебе противен, неприятен. Конфликты, ненависть, розни и все прочее. И психотравмы детей тут же, вот пожалуйста. Для меня эти женщины отчасти героини, которая решилась в Турции на развод, то я считаю, здесь уже какой-то стерженек, что-то есть в этой женщине. Она сильная, что-то, в общем, себе позволяет, она себе цену начинает знать, как минимум. Так что спасибо за внимание. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я оставлю в инфобоксе свою почту. Если вам нужна психологическая консультация или вы хотите поучаствовать в моем лектории в Телеграме в закрытой группе, пишите на почту. Тема письма консультация или тема письма хочу поучаствовать в лектории. Спасибо за внимание. Всем пока.